Слава Богу, братья и сестры, сегодня 7 марта, утро, утренний эфир на ютубе. Сейчас буду выходить уже, буквально через пару минут. Вот, и, к сожалению, у меня здесь что-то у меня с ноутбуком сейчас непонятки, и я не вижу. Ну, ладно. Надеюсь, все будет хорошо, но, по крайней мере, запись эта вот пишется. Поэтому я все время включаю камеру, потому что я понимаю, не всегда бывает, вот как бы эфир получается правильно. Иногда прерывается, иногда он почему-то не получается у меня. Учусь. Вот так вот на ютубе, на канале веду вот эти эфиры. Подключаюсь, знаете, и на молитвах, на утренних таких вот. Делюсь Словом Божьим, совершая хлебопреломление вместе с теми, кто подключается. Вот, делюсь свидетельством. Вот, а по вечерам, как вот вчера, был второй день уже, по вечерам получается, значит, этот семинар. Семинар, предпасхальный семинар, который на протяжении всего марта месяца буду проводить. Сегодня уже 7 марта, 17 марта, через 10 дней, получается, уже будет первый Ниссана. Вот, а полнолуние Ниссана выпадает на 14, 14 Ниссана выпадает на 30 марта. Вот так вот. С 30 на 31 проведем ночь бдения. И, слава Богу, будем хрустеть мацой. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, благослови Божий, спасибо за это ожидание сейчас Пасхи. Спасибо за то, что наша Пасха – это Ты Сам, Живой, Спаситель Христос, каждый день. Не просто в праздники, а в будни, а во все дни с нами. Аминь. Благослови Господь всех, кто подключается к эфиру. Или в записи, потом будет смотреть все это во имя Иисуса Христа. Слава Богу, друзья. Я напоминаю, что финансово тоже можете принять участие в моем служении с территории Украины, пополняя номер счета, номер мобильного телефона 096 96 2 66 75. Еще раз повторяю, 096 96 2 66 75. А если вы в России, то номер МТС, код телефона 915 780 48 74. Еще раз. 915 780 48 74. Ну и под этими видео должны быть не всегда, как бы так получается, но, в общем-то, почти всегда у меня там вся информация помещается, в общем-то. Слава Богу. Хорошо. С Богом, друзья, да? Будем включаться в прямой эфир. Аллилуйя. Господи, благослови. Я сегодня тоже для хлеба сломления приготовил уже. Кстати, надо сок купить будет сегодня. Остается совсем уже еще, наверное, на одно или даже, можно на две разделить части. Обычно покупаю либо Сандора, вот сок хороший, такой виноградный здесь, в Украине. Или синагогальный. Синагогальный, правда, дорогой в синагоге, но кошерный, иерусалимский, израильский. Там есть американский сок, тоже в синагоге. Ой, все, уже 59 минут. Включаемся. Господи, благослови. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Доброе утро всем, возлюбленные. И сегодня 7 марта 2018 год. На этой утренней молитве хочу вместе с вами прославить Господа, нашего Искупителя, рода человеческого. Ведь действительно, ни в коем другом нет спасения. Иисус Христос, имя превыше всякого имени. Иисус, Иешуа. Иисус произносит разные люди. Иса произносит миллионы-миллионы верующих разных национальностей, разных культур. Это имя с благоговением, с любовью. И он действительно победитель. Я на этот эфир даже обложкой выбрал одну картинку, которую на днях как раз я из сети взял. Мне очень понравился там такой лев, правда, он весь не поместился в картинку. Картинка, потому что она такая продолговатая, картинка, ну, как бы, иконка сама, будем так говорить, не поместилась. Но текст поместился и лапки. Лев огромный, вот. Ну, правда, только лапки поместились у меня. Вот, и текст из Писания. Вот я его сейчас вначале прочту как раз. Вот сегодня для утра этого. Вот этот текст, он у меня еще с вечера, прям вот, знаете ли, ночью. Ну, точнее, даже не с вечера, а с ночи этой. Вот. Вот, так вот, открывается все больше и больше. Вот, ночью поднялся, и вот, и вот, и вот, прям этот текст, он как-то сам собой, вот, знаете ли, напоминается мне. Из книги Откровений. Пятая глава, пятый стих. Вот, легко запомнить. Откровений 5, 5. Написанное, один из старцев сказал мне, ну, Иоанн пишет, да. Не плачь, говорит, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Я хочу вот сейчас выборочно прочесть тебе, дорогая душа. Не плачь. Не важно, о чем ты плачешь. Не важно, о чем твое сердце плачет. Может, ты физически не плачешь, что твое сердце плачет. Не важно. Не плачь, дорогая душа. Вот, лев, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Вот это хочу выделить сейчас. Потому что часто, вот мы плачем, часто в жизни людей происходит подобное, да и всех сущих на этой земле. Вся тварь написана, стена это мучается. Плачет вся тварь. Но не плачь. Сегодня есть для всех нас слово. Не плачь. Вот, лев от колена Иудина. Корень Давидов победил. Господи, слава Тебе. Благословен. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной. Благословен Искупитель рода человеческого. Благословен Ты, Бог наш, отныне и вовек. Благословен лев из колена Иудина, победивший. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Иисусу Христу. Пусть эта песня, она льется. И здесь, над вот этими холмами Киева, Днепра, берегами Днепра. Пусть Иисусу слава. Луная песня над Схылами Днепра. Пусть, как фемиам, поднимается с нашей земли эта песня. Иисусу слава. Иисусу слава. Слава навеки. Навеки Богу слава. Боже всемогущий, благослови Господь сегодняшним этим утром. Боже нас, людей своих, благослови Господь всех верных. Боже и в этом городе, Господь, и по всему лицу земли. Боже наш, слава Тебе. Сегодня, Боже, и в этом хлебопреломлении. Боже, и в причастии святом сегодня. Будем совершать тоже. И сегодня в общении, в этом слове Твоем. И сегодня в этой молитве, Боже, освящай, благословляй. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, и во веки веков. Аминь. Благослови сегодня всех православных христиан, Боже. Чтобы действительно все православные стали действительно христианами, Боже. Во имя Иисуса Христа. Молю Тебя о православных священнослужителях. Молю Тебя о всех православных христианах, Господь Боже. И о всех, конечно, верующих, разной конфессии, всех динаминаций разных религий, традиций, Боже. Потому что Твоя любовь, она распространяется на всех нас. На весь род людской, на все это сущее. Потому что все это создал Ты, Господь Боже всемогущий. И нас-то создал всех от одной крови. Произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Назначив пределы обитания, Боже. Назначив времена, сроки, Боже. Слава Тебе, Господь. Дав государство страны, Господь Боже, земли народам. Благодарю Тебя, Господь Боже. Благодарю Тебя за Израиля, Боже. Благоставляю Израиля сейчас. Благоставляю столицу Израиля. Город древний Иерусалим. Боже всемогущий во имя Иисуса Христа. Благостави, Господь, сегодня весь еврейский народ. И там, в земле Израиля, находящийся и в России, не живущий здесь, Господь Боже, по всему лицу земли. Боже всемогущий, Ты собираешь детей своих. Боже, в землю свою Ты собираешь, Господь Боже, Израиль. Благодарю Тебя, Господь, за то, что в этом году мы, Всей Церковью, Боже, как и со всем миром, Боже, со всеми верующими разных конфессий, динаминаций, традиций, мы отмечаем, и в молитве это отмечаем, Боже, 70-летие со дня образования Израиля, возрождение еврейского государства, слава Тебе, Господь, Бог Святой, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, благослови, Господь, сегодня всех нас, благослови сегодня Украину, Боже, благослови сегодня Россию, Боже, Белоруссию, Господь, Молдову, Грузию, Боже, другие страны бывшего союза и все страны мира, Румынию, благослови, Господь, Боже, Америку, благослови, Господь, Боже, Европу, Боже, Африку, Боже, Австралию, Господь, благослови, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, Индонезию, все, Инда, Китай, весь Боже, благослови, Господь, Боже, всемогущий, во имя Иисуса Христа, Эфиопия, Боже, тамошние церкви, сегодня благослови, Господь, Боже, вопиющий к Тебе, Господь, Боже, благослови, Господ земли, Господь, молящихся Тебе, Господь Божий, во всех странах, во всех континентах, Боже, сегодня кто-то вечернюю, прямо сейчас вечерние молитвы свои возносят к Тебе, кто-то утренние, вот как здесь у нас, Господь, в Киеве сейчас, или в Израиле, кто-то ночные молитвы сейчас возносят к Тебе, Господь Божий, как Фимиам, возвышая свой голос Божий за народ, возвышая свой голос, господь божий и воспаляю тебя господь слава тебе боже благослови господь царь небесный утешитель дух истины ты который везде присутствуешь и все собой наполняешь сокровищница благ и жизни податель ты пришел и вселился в нас и очистил ты нас от всякой скверной и спас ты благой души наши святый боже святый крепкий святый бессмертный слава тебе святый боже святый крепкий святый бессмертный слава тебе святый боже святый крепкий святый бессмертный хвала тебе слава отцу сыну святому духу ныне всегда во веки веков аминь боже всемогущий благослови господь нас слава тебе а давайте И вместе-то, скажем, обратимся к Нему словами молитвы «Отче наш!» «Отец наш, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги нашим, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь». «Боже всемогущий, благослови Господь, и как в слове там говорится, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже всемогущий. И лев от колена Иудина, он победил. Как он победил? Не воинством, не силою физическую. Он победил, не собрав армию какую, или не призвав целое подразделение, спецназ такой ангельский, легион этих ангелов, как он говорил. Разве он не мог бы умолить? Мог, конечно, мог умолить отца, попросить отца. И папа послал бы ему, конечно, помощь вскоре. Прислал бы ему этих спецподразделения ангельские, которые бы людей наказали бы и показали бы людям, как говорится, где раки земли, или как еще сказать. Помните, да, как ангелы иногда приходят, они посланники Всевышнего, вестники, иногда приходят не с хорошими новостями на эту землю. Мы это в Библии читаем. И они выполняют порой такие поручения, что порой страшные очень. Вот, и знаете, конечно, Иисус победил совсем иначе. В Ветхом Завете победы, вот, они, мы будем так говорить, ассоциировались порой, но совсем с другими вещами вообще. Они ассоциировались, и как бы видны победы такие по плоти больше. Победы, вот, силы оружия, физического. Новый Завет перелеснул новую страницу истории человечества. Новые истории нового человечества. Недаром Иисуса назвали новым Адамом. Удивительно, в Новом Завете он сравнивается с Адамом, новым Адамом. И это потрясающая картина. И он действительно лев от колена Иудина. Но этот лев, добрый лев, этот лев, он не рыкающий лев. Этот лев, он иной. Этот лев, он и агнец одновременно. Он и агнец, и лев. И вот сегодня местописание, которое я обозначил как раз на картинке вот этого видео. Значит, из Откровения, книги Откровения, пятая глава, пятый стих. Написано, не плачь. Вот я хочу выделить вот этот момент, выделяю сегодня этим утром на молитве. Не плачь. Вот лев от колена Иудина. Корень Давидов победил. Аминь. Милана, да, сестра. Шалом. Доброго ранку. Доброго ранку, Милана. Вот. Хайбухрясна благословит и вас, и ваш дом, родину вашу. И слава Богу, благословляй вас, и Харьков, город, и на востоке Украины. Молюсь о мире сегодня в Украине. Молюсь о, действительно, о том, чтобы мир был народом. Мир. Люди не могут творить настоящий мир. Люди не могут сотворить настоящее, правдочное. Но Бог творит настоящий мир. Он дает настоящий свой мир. И вот поэтому вот это слово, само шалом, оно действительно есть, вот, обозначение вот этого мира, божественного мира. Слава Богу. Мир не просто как отсутствие войны даже. Это само собой разумеется. А вот именно мир, как мир с Богом. Шалом это как мир с Богом. Примирение с ним, примирение с собой. Прощение. Вот это все прощения. Вот это все действительно шалом. Слава Богу. И вот этот текст из Откровения 5.5 «Не плачь». Там в контексте этой пятой главы, это было сказано Иоанну, который плакал, что никто не мог открыть, снять этих семь печатей. Вот, как бы, неужели это тайно так? И она останется тайной. Сокроется. Что-то важное от людей укроется. Но один из старцев сказал ему тогда «Не плачь». Но сегодня вот эти слова хочу и к вам, Милан, обратить. И ко всем, кто подключается. Или потом в записи будет смотреть это видео. «Не плачь». И даже если физически мы не плачем, то наше сердце, оно порой годами переживает, плачет о чем-то, о ком-то. Вот «Не плачь», душа, «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. «Не плачь, душа». Есть действительно такие моменты, когда наше сердце, оно плачет, оно нуждается в таком божественном исцелении, нуждается в божественном таком прикосновении. И наше исцеление, вот в этих сейчас словах «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, доверься этому льву. Позволь ему тебя облизать, тебя утешить. Обними этого льва. Вот этот лев от колена Иудина. Это добрый лев, это настоящий лев. «Он победил», написано. От колена Иудина лев. Корень Давидов победил. И он победил не рыком, не как бы рыкающий, нет. Он победил не воинством физическим. Он победил не своими лапами, знаете ли, или клыками, там, зубами своими. Как львы побеждают обычные, да. Этот необычный небесный лев, он победил своим сердцем. Он победил своей любовью, имея все возможности победить и лапами своими, и клыками своими, и рыком даже своим. Знаете ли, там вот накануне голгов, накануне страданий своих, он мог бы действительно умолить отца. И тот послал бы, Папа наш, небесный, послал бы сыну своему первенцу своему, конечно же, на защиту первенца он стал бы горой. Он послал бы ангелов своих защитить. И вся земля бы замерла в ужасе от того, что мы делаем, люди. Он мог бы своим рыком победить, знаете ли, шумом, чем угодно. Он мог бы победить еще по-другому. Но он победил иначе. И на допросе даже, когда он был перед судом, перед сильным веком сего, который думал, правитель думал, что он имеет власть отпустить его, или власть наказать его сейчас, убить его, забрать его жизнь, или подарить ему жизнь. Да, он имел такую власть, по сути, де юра и юридически, но фактически он не имел этой власти. Дело в том, что фактическая власть, она была, как ни странно, в руках того, кто стоял перед ним. Униженный, оскорбленный, избитый тот, кто готовился к финальному такому рывку, готовился к последней своей победе. И эта победа, она уму человеческому непостижима. До сих пор даже задним умом она непонятна. Хотя много и песен сложено, и много молитв произнесено, много слов благодарности сказано, много проповедей сказано, прекрасных проповедей об этом. Но действительно, до конца все равно человеческому нашему ограниченному сейчас земному уму непостижимо таинство от века закланного агнца, от века вечности закланного. Как это? Как это? Непонятно. Еще до того, как он пролил фактически свою кровь, его кровь еще была в нем, его душа была еще в нем, но Иисус уже взял хлеб в свои руки и чашу. И он дал ученикам и сказал, это мое тело. А потом, это моя кровь. Моя кровь. Пейте из нее все эту чашу. Это мое тело. Кушайте все, ешьте все. Вот все его, наверное, ученики вспоминали его вот такие необычные проповеди, как вот в 6 главе Иоанна, допустим, говорится об очень необычной проповеди его, когда он говорил о теле крови своих. И даже там проповедники многие видят в этом какое-то такое апокалиптическое такое, знаете ли, такое совпадение. Вот знамение какое-то, число человеческое. 6 глава Иоанна, 66 стих, что ученики перестали, многие ходить с ним. Вот отошли от него и больше не ходили с ним. Конечно, да, печальная картина. Вот поведение человеческого. Но Иисус даже тем оставшимся 12, Он не сделал упреку никакого там. Он дал им лишь еще шанс уйти. Еще не поздно Он сказал, что если я пойму, вы можете тоже идти. В общем-то, я вас не буду осуждать. Получается, Иисус был готов новых учеников принять, дал медим учеников найти новых. Я не знаю, кого, но наверняка были еще люди, которые тоже ходили, слушали, присматривались. И потенциально были ученики. И Иисус мог бы набрать новую команду уже тогда из этих людей. Я не знаю, кого бы Он пригласил тогда. Наверняка были те, которые даже хотели быть учениками Его. И ходили, и слушали, и интересовались. Наверняка из тех, кого Он освободил, исцелил, может, от проказа, исцелил от болезней, воскресил, может, из мертвого. Я не знаю, Бог знает. И знаете, друзья, но Петр, когда поступило предложение от Иисуса идти и как бы жить уже своей жизнью, не быть учениками Его, то Петр, он сказал, кому нам еще идти, куда нам идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Эти слова вечной жизни. Иисус ученикам говорил, что слова, которые Он говорит, это есть не просто слово. Это есть не просто даже слово физически прозвучавшее, а это есть дух и жизнь. Его слова есть дух и жизнь. И Божье слово, чем оно уникальное? Оно есть дух, оно несет в себе дух. Дух и жизнь. Я, допустим, часто проезжаю, ну, как часто, не так часто на самом деле, но бываю проездом как раз по тому месту, Сумская область, Королевецкий район, возле Королевца, проезжаю через Королевец, там дорога мимо Королевца, а в саму Королевец дорога не заходит, как бы мимо проходит Королевца. Вот, и когда, допустим, езжу на Россию, обратно сюда, в Киев, то проезжаю Крыльевец, значит, и вот проезжаю то место, где вот в 2003 году было ДТП, вот, с моим участием, я был за рулем машины, и где я сбил подростка, вот, и летальный исход, и трагедия, и несчастье, вот, и чудо, с другой стороны, да, чудо, вот, впервые, вот, в моем служении, в моей практике, я вопил к Богу, и вот, и Бог воскресил этого пацана, этого школьника, старшеклассника, который был на мотоцикле, которого я сбил машины, вот, и знаете, и, и потом было его быстрое исцеление, в течение, там, 10-15 минут, то есть, его загрузили в скорую помощь, уже воскресшего, врач не видел воскресенья момента, врач видел, что человек поврежден, и рада несовместимы с жизнью, он говорил, мы даже не довезем его до, вот, этой лекарни, там, до больницы, там, не довезем, вот, и, значит, до этой районной больницы ихней, в Королевце в самом, вот, потому что у него там, сзади, череп был вскрытый, кости разошлись, и там, вот, это мозги были видны, в этой дырке, вот, знаете, как переспел, арбус трескается, вот так вот, у него голова сзади треснула, и врач сказал, потому что мы даже не довезем его до местных, до лечения, вот, вот, и дальше потом, значит, и, знаете, а потом его выгрузили, уже через 10-15 минут, совершенно здорового, ну, что такое, да, чудо, вот такого исцеления, во-первых, воскрешение, чудо, да, это уже чудо, во-вторых, что, чудо, что за 10-15 минут, пока везли его туда, в больницу, он полностью исцелился, и поэтому уже спустя некоторые часы, уже в кабинете следователя, там, в Крылевце, когда врач зашел и разговаривал, тот самый врач скорой помощи, что забирал с места происшествия, и он разговаривал со следователем моим, которым я там все записывал, там, значит, задавал мне вопросы, вот, ну, уже все было составлено, уже я подписался уже, по тем, значит, что он составил, вот, с моих слов, значит, и ожидал дальнейшего, что, ну, я первый был в такой ситуации, знаете, то, что сбил человека, значит, вот и попал, вот, сейчас в милицию, что будет дальше, я не знал, вот, и зашел врач скорой помощи, вот, я знал лишь в дом, что он не помрет, мальчик, думаю, какой-никакой, хоть поломанный, но живой, по крайней мере, вот, раз Бог его воскресил, значит, будет жить, не за тем, раз Бог воскресил его, думаю, сейчас на дороге, это не за тем, чтобы он помер по дороге, или в этот день, нет, он будет жить еще, вот, и, ну, я не знал, что настолько все чудесно, все было, прошли часы уже определенные, ведь, я был в неведении, что дальше произошло-то, оказывается, когда вот зашел врач, все рассказал, что произошло, оказывается, врач тот самый, что забирал с места происшествия, врач скорой помощи, и он сказал следователю, что он Бога не верит, думаю, странно, почему бы это вообще, он не мне говорил, а следователю, а потом говорит, значит, чертовщина какая-то произошла, что за чертовщина, а потом он говорит, вот так и так, мол, это не была как массовая галлюцинация, нам не могло это все присниться, показаться, на самом деле, потому что кровь оставалась на мальчике, свидетельством, что все это было на самом деле, истинно, вот, иначе, думаю, что случилось-то, оказывается, вот, через 10-15 минут, мальчика выгрузили уже в больницу, совершенно здорового, то здесь у него и кости срослись, и кожа срослась, и все срослось, как будто не ломалось никогда, кровь оставалась, его кровь проверяла, в больнице проверяли, мальчика кровь, ничья-то кровь, это была его кровь, но как кровь могла, голова раскрыться, кровь вытечь, голова закрыться, и срастись, ему, Но когда кожу помыли, кровь смыли, не нашли ни снега, ни царапинки, ничегошеньки. То есть бесшовно с растанием произошло такое. Бесшовно не только снаружи, но и внутри. Потому что когда делали снимки потом, то снимки показали, что у него кости как будто не ломались никогда вообще. Врач-хирург уже, он был тоже там в недоумении, что такое. Потому что когда до гола раздевали мальчика при нем, одежда показывала врачу-хирургу, что на теле должны быть многочисленные повреждения. Потому что видно было, что с ДТП привезел был мальчик. Но под одеждой все было чисто, тело было чисто, без синяков, без ничего. Поэтому врач был просто в недоумении, этот хирург. Он не видел чудо с головой, как голова там срослась, все. Он не видел этого, но он видел то, что он видел. Для него это было сверхъестественно. А дальше, кстати, хирург был атеистом, таким убежденным. Для него это был вообще, понимаете ли, удар ниже пояса для его атеизма. Потому что атеист обычно не верит ни во что, что выше его понимания и выше его естества. Называя это сверхъестественным. И отказывается это принимать. То, что он не может пощупать, опытом своим осознать. И это очень несчастное состояние души на самом деле. И знаете, друзья, когда мальчик, хирург еще был в недоумении. И почему? Потому что он узнал этого пацана. Этот мальчик у них лежал уже в хирургии. И он лежал у них с переломом когда-то. Тоже было связано с мотоциклом, с падением с мотоцикла. И все это у него зажило тогда хорошо. С первого раза все зажило. Но врач скорой помощи, следователь сказал так, что как бы у него тогда хорошо не зажило, но на снимке должен быть обязательно след от старого перелома. Не бывает бесшумного срастания костей. Но на снимках, на тех, не было следов не только от новых этих переломов. Ни головы, ни тела. Но и следа от старого перелома не было. Потом делали уже поздно вечером еще другие снимки. Другие врачи были. Я тех уже не знаю, что за врачи были. Вот они перепроверяли все. Но и те снимки показали то же самое. Что как будто кости его никогда не ломались. Но я сейчас к чему это рассказываю? О самом чуде, да, это одно. Но то слово, которое я слышал тогда от Бога, возвращаясь снова в Киев домой, мы повернули и ехали снова в Киев домой. И по дороге я слышал голос. Это было впервые в моей жизни вот так, как я это слышал. Не до того, не после того, уже с 2003 года достаточно много времени прошло. Я ничего такого не переживал в своей жизни. Это было громким голосом. Я слышал это своими ушами. Это было громко. И внутри, и снаружи. Но снаружи это было, знаете ли, как будто в машине резко громко музыку включили. Поэтому я был, ну, сто процентов даже. Даже я даже не сомневался, что жена все это слышит. То, что я слышу. Но потом уже на другой день, когда мы общались, я с удивлением вдруг узнаю, что оказывается жена ничего не слышала. Вот. Это только я слышал. Хотя я был убежден, что не только в машине, а даже громко очень. Это далеко за машиной слышно даже моей. Вот так вот. Но все равно она кое-что видела, чего я не видел. Но к чему я говорю? Что слова Божьи – это дух, это жизнь. А слова его такие были тогда вот. То, что я громко слышал. Вот я до сих пор, вот, уже 2018 год уже. А то было в третьем году. Шутка ли? Уже скоро будет 15 лет. Надо же. Время как быстро бежит. Вот. И, да, 15 лет назад. Да вы что? Вот. Но знаете что, друзья? До сих пор я живу тем, что тогда услышал я. До сих пор. Вот. Он задал мне три раза один и тот же вопрос, этот голос. Громкий голос. Как будто, говорим, в Дукрестском машине. Знаете, вот включили громкую музыку. Этот голос спросил меня, ты это видел только громко? Я ничего не мог ему ответить вообще. И у меня самого куча вопросов. Мне бы кто ответил на мои вопросы, что это такое? И, а здесь вдруг Бог говорит, и он вопросом, на мои вопросы все отвечает. Он говорит, ты это видел? Три раза он мне это говорил. Одно и то же. Я не мог ничего ему сказать. Абсолютно. Я только, да, Господи. Все. А что, да? Я сам не знал. И каждый раз я вспоминал, что произошло, и у меня не было ответов. И вот третий раз, когда голос тот же самый громко прозвучал, так же громко ко мне, ты это видел? И фактически сразу, значит, он мне все равно нечего было ответить ему. Этот же голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. Откуда пришел, куда ушел? Он был нежданно, негаданно, без спросу, без ожиданий какого-то вообще. Он просто пришел и сказал, и ушел. Но дальше были мои мысли уже. Это не было голосом. Я не слышал это ушами своими. Это были мои мысли. Но это было из Библии. Это было так прекрасно. Я так люблю эти моменты в своей жизни, когда мысли, они сами собой приходят, и они из Библии. И они вот в голове, они крутятся, они вспоминаются сами собой. Вот такие моменты очень приятные мне. Вот как сегодня ночью, допустим, я делился с самого начала. Вот из Откровения, вот этот вот, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил из Откровения 5.5. Вот из чего началось сегодня эту утреннюю молитву. Слава Богу. И, дамы и господа, братья и сестры, я скажу, что... Да, из Писания, то, что вертелось в голове тогда, в 2003-м, после того, как я слышал этот громкий голос, то есть эти слова были слова Иисуса из Писания, из 11 главы Евангелия от Иоанна. И там говорилось, интересно, я есмь воскресенье. Это одно и то же, вот, десятки раз одно и то же вспоминалось мне тогда. Я ехал, я за рулем был, мы ехали обратно в Киев домой. Вот, и одно и то же вспоминалось, я есмь воскресенье. Я есмь воскресенье. Знаете, вот назойливый одно и то же, одна и та же мысль, но это приятно очень, это хорошо. Вот, когда что-то дурное попадет в голову, и одно и то же, и не можешь ты от этого избавиться, это тяжело, да. Вот, это плохое, а когда хорошее, это прекрасно вообще. Вот, и я есмь воскресенье. А потом еду дальше, и мысль продолжается, я есмь воскресенье и жизнь. Я есмь воскресенье и жизнь. А потом там есть такой поворот, кипти, вот, и там Черниговская трасса уже, ну, прямая уже, на Киев уже. Вот, и вот мне эти кипти на всю жизнь запомнились. Я когда съезжал уже с этого поворота, уже на трассу, значит, то, представляете, значит, мысль продолжилась. «И верующий в меня, даже если умрет, оживет». Это Евангелие Таана, 11.25. Этот текст я хорошо знаю, и, ну, как, я люблю Евангелие Таана перечитывать. И знаете ли, но в синодальном переводе нет этого, вот этого «даже если». Но мысль звучала вот так вот именно, так интересно, за что купил, за то продал, что называется. «И верующий в меня, даже если умрет, оживет». Я был так вот вообще тронут. И до самого Киева, пока только уже ГАИ, и уже въехали уже в сам город, вот это вспоминание одного и того же текста, оно прекратилось у меня. А так вот, сколько ехал, и все это вспоминалось одно и то же, одно и то же. Я не мог о другом чем-то помыслить вообще. Я только об этом мыслил. Я есть воскресенье и жизнь. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Слава Богу. Да, слава Богу. Спасибо, Господи, спасибо. И сегодня, вот чем хочу сказать, что хочу сказать снова. То, что сказано было одним из старцев Иоанну. Вот, «Не плачь, душа, не плачь». Не плачь, почему? «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил». Не плачь, душа, не плачь, человек. Сердце порой плачет, действительно, да, и порой боль такая, особенно когда мы теряем близких, родных людей. Вот, и время от времени действительно сердце плачет. Вот, и годами, вот, я похоронил папу, потом маму и брата, и, знаете ли, вот, друзей хоронил. Вот, и, знаете ли, эти вот потери, они, многие другие, вот эти, будем так говорить, поводы плача, когда сердце ранят. Но я знаю того, кто есть лев от колена Иудина, корень Давидов, и он победил. И он победил своей любовью. Не лапами, не клыками этот лев победил. Не, как обычно, не рыком, а победил своей любовью, отдав себя, свою жизнь. Своим сердцем победил. И он достоин всей славы. И он может раскрыть все. И эту книгу, снять с ним печати, и он может совершить чудо любое в жизни. Он может все печально радость обратить. Он может все переменить. Действительно, ему вся слава и хвала. И сейчас, дорогие друзья, братья, сестры, налейте себе немного сока, хлеба, или просто воды и хлеба даже. Вот, и помолимся. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Тебя, Агнец Божий, Тебя, лев от колена Иуды, корень Давидов. Благодарим, благодарим, благодарим. За Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твою. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, о Дух Святой. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил, и он может все. Слава Господу Иисусу Христу, Боже всемогущий, и благослови хлеб сей честным телом Христа Твоего, а то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым. Аминь. 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 Тело Христово примите, источника бессмерного усити. Тело Христово примите. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже наш. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, слава Тебе. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу ныне, признава веки веков. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, Боже. Твоя кровь, это моя кровь. Твое тело, это мое тело. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Мы с Тобой одного тела, Ты и я. Ты живешь во мне, я живу в Тебе. Ты погружаешься в меня, я погружаюсь в Тебя. Ты познаешь меня, я познаю Тебя. Мы одно. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за все. Ани ля доди, э доди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Боже всемогущий, благостави всех, кто подключался к этому эфиру, или потом записи будет смотреть этот эфир. Во имя Господа Иисуса Христа, благоставляю всех вас. Да благоставит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светом лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало его нам спастись. И в завершение снова и снова, паки и паки, как говорится, прочту из книги Откровений, пятая глава, пятый стих. В сердце этого стиха сказано. Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может. Друзья, пусть Бог благословит вас всех. Дорогие друзья, возлюбленные, доброе утро всем, благословенного утра. Милость Господня обновилась. И самое лучшее, я в этом глубоко убежден, самое лучшее средство для христианина, для верующего человека. Именно вот это уразуметь и обновить эти отношения с Господом, вот эта милость обновить, это совершить хлебопреломление. Размышлять, даже если нет ничего, просто воды налейте, хлебушку возьмите. Нет ничего, даже если вообще, просто помыслить об этом, о крови Христа, о теле Христа. Это самое лучшее обновление милости Господня в нашей жизни. И в этом глубоко убежден на основании своей жизни христианской и своего опыта определенного. И на основании Слова Божьего это вижу также. Во имя Господа Иисуса, слава тебе Божий наш за все. Благословен Бог наш отныне и вовек. Аминь. Поздравляю всех. Милость Господня обновилась. Не плачьте, Он может, Он силен, Он победил. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, слава Богу, теперь сохраняется видео. Это конец трансляции. А вам благословения Господних. Кто до конца досмотрел, уже запись получается. Если вы досмотрели, то благословляю всех вас во имя Господня. Паки и паки еще раз. Снова и снова благословляю. Пусть Господь благословит вас. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю всех вас. Из города Киева. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Руравлев. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя.